Дирижер 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 этой линии, то сложно сказать, что было бы дальше или не было. Но то, что там происходит, это, да, это скорее позитивно для моего героя и в большей степени неожиданно. У Лунгина в творческой биографии были фильмы, напрямую связанные с музыкой, такси, блюз, например, но чтобы не рок или джаз, но симфоническая хоральная музыка в прямом смысле слова играла главную роль, это впервые. Вам по роли, насколько я знаю, не пришлось дирижировать или петь вокальные партии, значит, сложностей с точки зрения профессии никаких не возникало? Ну почему? Мы там пели, я не знаю, вошел ли в монтаж этот кусок, когда мы поем ораторию. И я, как баритон, мы пели, и я ее долго слушал. У меня нет идеального музыкального слуха, нет музыкального образования, но какой-то слух есть. И задача была ведь самая сложная, не просто вовремя открыть рот, а не потерять ту эмоциональную составляющую, которая есть. И она есть и в музыке, и в тексте. Вот это было сложно, но я постарался, чтобы это получилось. Так что мы там пели, нет, рядом с Ингой стояли. Ну, у вас есть опыт по юности, когда вы занимались в студии пластического театра, в студии пластической драмы, и самим театром руководил замечательный Гедрис Мацкевичус. Да, но занимался я не столько у него, там был Бочаров. Такой вот он вел студию, как бы, при театре, это было, да. Но значит ли это, что иногда языком жеста, телом сказать и правильнее, и органичнее, нежели грешным языком? По-разному бывает, знаете, бывает совершенно по-разному. Бывает, что уже слов вроде и не хватает, а бывает подмена, когда человек подменяет, когда у него просто не хватает слов. Но самое интересное, когда всё это соединяется. А вот как вы думаете, у вашего героя, вот в фильме «Дирижёр» задача была проще, нежели у Мадлен Джабраиловой, которая в спектакле «Триптих», в общем, поёт в образе Лауры оперные партии? Проще, конечно. Проще, да? Потому что она вживую поёт. Но у Мадлена у неё идеальный музыкальный слух, это поразительно вообще. Просто идеальный. Ну, вот говоря о вашем родном театре «Мастерская» Петра Фоменко, в частности, вот об этом спектакле, который стал лауреатом «Золотой маски» за одиннадцатый год. И, к слову, у меня есть приятное известие для вас, Карен, впрочем, как и для всех зрителей телеканала «Культура», 31 марта вечером наш канал представит вашему вниманию телевизионную версию, и это будет премьера телевизионной версии спектакля Петра Новымыча Фоменко «Триптих». Так что ждём у экрана, что называется. А у вас есть роли в театре, где ваше внутреннее представление, человеческое и актёрское, идёт вразрез с тем, что прилагается режиссёрам? Ну, так прямо, чтобы вся роль, нет, такого нет. Такого нет. Такого нет, потому что и тексты обычно в процессе репетиции ты всё равно какие-то вещи начинаешь постигать, что-то притягиваешь к себе, где-то себя притягиваешь к персонажу, ещё что-то, понимание происходит. Это не кино наше современное, где, к сожалению... Где такое может быть. Такое может быть, потому что у тебя просто нет времени примитивно. Здесь, вот в работе над дирижёром, здесь было время. Нам удавалось даже порепетировать, что бывает крайне редко. Но это кино. Всё-таки, когда снимается кино, это возможно. Сериалы – это нереально. Но вот это как раз из вашего опыта, первого опыта общения с Павлом Семёновичем Лудниным как режиссёром, это как раз есть положительный фактор. То, что в работе над сценой в кино есть возможность, как следует по-актёрски её разобрать, эту сцену, а не импровизировать на площадке по ходу съёмок. Но вы знаете, что меня поразило? Я давно... Ну, молодые немножко по-другому репетируют, вот в кино там снимают, ещё что-то. У них задача что-то доказывать. У него нет такой задачи доказывать. Не актёром, не публике, по-видимому. Ему не надо. Он уже состоялся давно. Как человек, как режиссёр. И меня поразило, что он очень точно видит, что будет в монтаже. Понимаете, да? Да, конечно. И если даже где-то чуть-чуть не договаривает, то только лишь потому, что это его устраивает. И вот это абсолютно профессиональный взгляд на кинематограф. Он таким, по-видимому, режиссёр должен быть. Не знаю. Но вот он такой. Кто-то чуть-чуть по-другому работает. Но он очень точен. Очень конкретен. При этом достаточно мяг. Но вот есть одна из ваших работ, я говорю сейчас о телефильме, которую пока ещё зритель не видел. Фильм называется «Маяковский. Два дня». Это работа Дмитрия Томашпольского. Этот режиссёр запомнился, может быть, наверняка даже запомнился по работе, связанной с именем Ахматовой. И фильм прошёл на канале «Культура». А то, что связано с именем Владимира Владимировича Маяковского. И то, что в название вынесено как раз два дня. То есть последние 48 часов его жизни. Тот период, когда уже семейных отношений, с Бриками, Лилией и Осипом, не было. А вы как раз заняты были в этом фильме как Осип Брик. Насколько значима фигура Брика оказалась в этом полотне историческом? В том, что сняли. Опять же, проблема в том, что я не видел целиком сериал. Я видел только то, что озвучил. Потому что я не могу понять причину, по которой он до сих пор не вышел. Снимался он два года назад. Этот фильм выйдет на канале «Россия» в скором будущем. Осип Брик, я думаю, достаточно значимая была фигура вообще. Когда начал читать про него, очень много. Достаточно скрытный был человек. Я думаю, что он грешил связями с НКВД. Ну, он там работал просто, пока его не попросили. И прикрывал Маяковского достаточно часто в каких-то вещах. Позволял ему не бедствовать. Был его издателем. Платил ему приличные деньги, когда вообще ничего не платили за... Писал сценарий к фильмам, в которых снималась Брик и Маяковский. Да. А вы к этой работе, ну и говоря об этом частном случае, вообще, если вы чувствуете, что материал вам интересен, и вы согласились вообще участвовать, да, то насколько глубоко идёт нырок, насколько поднимаются материалы и смотрится вообще, так сказать, всё полотно? Я стараюсь идти как можно глубже. Мне всегда время позволяет, занятость ещё... Но стараюсь по максимуму идти вглубь. Стараюсь читать, стараюсь постигать, стараюсь смотреть картинки, если они есть, пытаться понять, заглянуть в глаза человеку, потому что очень сложно понять, как они жили. Мы совсем другие. То поколение, которое было, тот генофонд, который был, он же уничтожен почти весь, на 99%, я думаю. Те, кого не уничтожили, тех выгнали. И образ мысли тех людей, понятие чести, дружества, да, всего чего угодно, оно совсем другое. Ну и плюс время другое. Финансовый уклад другой в жизни. Хотя тогда это тоже было важно. Но мне почему-то кажется, что как-то они вроде бы внешне медленнее жили. Медленнее путешествовали, да, всё. Обменивались информацией. Да, а внутри более интенсивно. Да, здесь я с вами абсолютно соглашусь. Вот. Предсмертная записка Маяковского начинается словами в том, что я умираю, не вините, пожалуйста, никого и не сплетничайте. Покойник ужасно этого не любил. Вот. Даже по тому материалу, что вы видели и озвучивали, там нет вот этого налёта сплетни. Думаю, что, подозреваю, что сильного налёта нет. Маяковский – великий поэт, действительно великий поэт. Со своей энергией заблуждения в каких-то вещах, со своими ужасными открытиями, которые у него были, и предательствами, и чем угодно. Женщины. Ну вот он такой, какой он был. У него там были удительные строчки. Я вот до той поры их не знал. У него есть такое стихотворение «Домой». Он пишет, когда он был в Америке. И по одной из версий, заканчивалось стихотворение такими строчками. «Я хочу быть понят моей страной, а не буду понят, что ж, по родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь». Там даже сцена есть, когда я ему говорю, что не надо этих строк, не поймут. Ты их убери. Ну, сейчас оно заканчивается, публикуется другими строчками. Ну, якобы такая версия была. Не знаю, насколько это правда или нет, но иногда актеры так играют, и так написано, что все остальные думают, что так оно и было. Замечательный в шведский литературовед, Янгфельд, его фамилия, он написал книжку «Ставка-жизнь». Маяковский, Владимир Маяковский и его окружение. Вот этот человек, который действительно очень скрупулезно подошел к его жизни и написал максимально объективную книгу, которую можно писать в наших обстоятельствах, утверждает, что Маяковский, к сожалению, не понят. Не понят сегодня. Поэтому я очень надеюсь, что фильм Маяковский «Два дня», который скоро выйдет на канале «Россия», и, может быть, это книга, и ваше участие в нашей программе поможет открыть для кого-то этого интереснейшего человека. Если кто-то после этого возьмет просто Маяковского и начнет читать, то, значит, задача выполнена. Хоть один человек. Значит, задача сделана. Что вы сейчас репетируете в театре, это очень интересно. И с кем? Что за режиссер? На данный момент я ничего не репетирую в театре. Я играю в репертуар, и пока ничего не репетирую. Потому что, ну, были обстоятельства. Петр Новымович репетировал Бориса Годунова, и я там был занят. И потом получилось так, что театральный роман должен был первым выпускаться, и там были некие сложности свои. Ну, как часто бывает в театре, вещь-то непростая, записки покойника. Более того, роман не оконченный. И это была почти самостоятельная работа. Она не очень склеивалась, очень как-то скрипела, как несмазанная телега. И Петр Новымович оставил Годунова пока и взялся за эту работу. Вот, надеюсь, сейчас она выпустится. И дальше, главное, чтобы у Петра Новымовича были просто силы физические. И если у него хватит здоровья, я надеюсь, что он вернется в Годунову. Очень сильно на это надеюсь. Спасибо. Ну что ж, мы будем ждать 29 марта, когда в прокат выходит новый фильм Павла Лунгина «Дирижер», где вы играете одну из главных ролей. Спасибо. Я тоже буду ждать. Я, наконец, посмотрю фильм. Спасибо. Спасибо. Карен Бадалов сегодня в главной роли на телеканале «Культура». Обязательно увидимся. До встречи. Спасибо.